О чем мы думаем, когда слышим слова «наркотики» или «наркоман»? Пренебрежение, в лучшем случае безразличие и уверенность в том, что со мной и с моими близкими этого уж точно не случится. Но, к сожалению, никто не застрахован от их пагубного воздействия. По исследованиям Всемирной организации здравоохранения из 7 миллиардов человек населения нашей планеты, 210 миллионов употребляют психоактивные вещества. То есть 3% человечества являются химически зависимыми. Те же данные свидетельствуют об омоложении возрастного диапазона наркоманов. 10 лет назад – это 15-17 лет, сегодня – 12-17 лет. На самом деле это болезнь. Да-да, я не оговорилась, это действительно болезнь. Именно таковой наркоманию признала Всемирная организация здравоохранения еще в начале 50-х годов прошлого века. Условия, при которых человека следует считать наркоманом – это непреодолимое влечение к яду, увеличение дозы, невозможность воздержаться, так как внезапное прекращение приема вызывает физически тяжелое, а психологически подчас невыносимое состояние – ломку. И смысл жизни сводится к одному – найти деньги и способы поиска новой дозы. Со временем человек, попавший в зависимость, перестает думать обо всем. Ему больше не нужны ни семья, ни жена, ни дети, ни родители. Ему больше не приносят удовольствия простые человеческие радости. Он становится рабом вещества. В Реутове в рамках антинаркотического месячника в музейно-выставочном центре прошла акция «Стоп наркотик» для учащихся средних классов. Заведующая центра Наталья Перминова отметила необходимость таких встреч. Проблема наркомании стоит достаточно остро, и нужно проводить именно профилактическую работу, чтобы у нас в городе этого проблемы, конечно, не было. Ребята с интересом отнеслись к услышанному и задавали вопросы, которые им порой сложно обсудить с родителями. Важно, чтобы с детьми разговаривали на их языке. И опять же, в любом случае в этой проблеме возникают и взрослые вопросы. Поэтому мы пригласили врача-психиатра-нарколога, который ответит ребятам уже на какие-то такие серьезные вопросы. Хочется верить, что данные встречи помогут ребятам не свернуть с верного пути и не поддаться вредным, а порой смертельным привычкам. Лучший способ избежать зависимости – просто не пробовать. Берегитесь наркотиков, берегите себя и своих близких. Екатерина Горбачева, Александр Попов, телеканал «Реутов».